так мы с вами делали проверку одного значения да теперь давайте в human добавим еще проверку при установке имени там где set name если давайте проверять по длине name length больше name length импортировал не хочу импортировать свой создать creed давайте 2 больше 2 то устанавливаем в противном случае выбрасываем exception и тут возникает вопрос а какой же exception выбрасывать да какой тут уже если выбросим human exception то не будет понятно что неправильно name или можно конечно в месседжи писать неправильно name или тогда при обработке непонятно что просить заново вводить придется анализировать саму строку ну содержимое строки ну то есть неудобно поэтому лучше сделать новое new например human name exception и сюда же передать умпортировать так чтобы было в wrong быстрее быстрей, wrong name length use length more than, здесь вот так создаем класс и давайте его унаследуем не от рейбла, а от humanException здесь сюда стринг стринг здесь message и через super отдадим его родителям. Соответственно у нас теперь вот здесь не совсем корректно, нам нужно здесь age сделать, да, была какая понятней, делаем age exception и также наследуем его от humanException, здесь делаем супер и делаем message и передаём туда. Правильно? Правильно? Минные муэносы. О, колонка умерла. MinNameLength и здесь та же ситуация, этот exception надо что сделать? Да, сделать. ThrowsHumanException, а здесь сделать ThrowsHumanException. ThrowsHumanException. Зачем я здесь и так же не ругалась? Ну, если бы я не справил здесь на ageException, то как результат возвращался бы не humanHException, а humanException и было бы непонятно какой тип. Объект возвращался бы правильно, но тип бы мы его потеряли и пришлось бы делать проверку на тип через метод оператора. Не помните, проверка на тип? Вспомню, скажу. Вспомню. Так, теперь здесь. Видите, здесь ошибок нет. И он не просит меня добавить обработку на nameException. Почему? Потому что у меня здесь есть обработка humanException. А humanException это родительский exception по отношению... А, нет, подождите. У меня вот почему не ругается. Потому что конструктор у меня возвращает как бы humanException, под который попадает и nameException, и ageException. Чтобы здесь это исправить, мне надо написать age. Ну, во-первых, здесь сделать age. И... Раз. И name2. Вот. Здесь не ругается, потому что у меня humanException может обработать и nameException, и ageException. Но мне эта логика не подходит. Почему? Потому что если сюда придет nameException, мне не надо запрашивать возраст. Следовательно, это логика для humanAgeException. Как только я поменял это на humanAgeException, он ругается, что один exception, который human nameException, остается необработанным. И мне надо добавить еще cageBlock для human nameException. А здесь, соответственно, запросить ввод имени. То есть я делаю вывод месседжа. Прошу humansName. А parseIn здесь не нужен. name. Все. Теперь у меня и тот, и тот exception обрабатывается. И name, и age. Теперь, если мы эту программу запустим, он меня просит ввести name. Я ввожу name, он просит ввести age. Теперь он говорит, что длина неправильная. То есть он меня попросил один аргумент для конструктора, второй аргумент для конструктора, потом вызвал конструктор с этими двумя аргументами. В конструкторе отработал setter для name, увидел, что там exception, мне его вернуть. Я ввожу правильное имя для, правильную строку для name. Enter. Он говорит, и age, тот, что ты вводил, тоже был неправильный. Я говорю, окей. Он говорит, теперь все хорошо. То есть он сохранил два значения и пытается с ними вызывать конструктор. Понятно, как работает? Вот эти exception из них как, среда вот эти exception делает, только для бизнес вот. Да, то есть, ну это как, обратная связь метода, когда он не может отработать. То есть у вас метод получает значение, которое ему не подходит. Ему как-то надо об этом сказать. То есть вот это как, обратная связь. Если вдруг не надо сказать, что эй, все плохо, то вот это как бы инструмент для того, чтобы осуществить вот эту обратную связь. Ясно? Поехали дальше. Повторный выброс исключений или так называемый resrow. С помощью директивы throw имеется возможность генерировать исключения. Мы с вами это видели. То есть throw, new и так дальше. Директива throw может использоваться для повторного выброса или resrow исключений, если есть необходимость дополнительно обработать возникшую или возникшее исключение. Возникшую проблему или возникшее исключение. Смотрите какая ситуация. У меня в одном методе может быть и throw и try catch. То есть мы говорили или это или это. То есть либо throw, либо try catch. Но может быть и то и то сразу. Когда это используется. Например, я в try отлавливаю исключение, а в обработке повторно его выбрасываю. Зачем это может быть нужно? Например, я отловил исключение, в киче выполнил какие-то операции, которые надо сделать в случае его возникновения. Потом беру и опять его выбрасываю для того, чтобы через throw создать это исключение на обработку тому методу, который меня вызвал, чтобы он тоже выполнил какой-то набор действий. То есть resrow нужно для того, чтобы одно исключение обрабатывать в двух методах одновременно. Ну не одновременно, а по очереди. То есть это редко используют, но вот если нужно при возникновении исключения, какой-то набор операции выполнить в двух методах, вот это и возможность, как это можно сделать. Ясно? Нет? Ну, смотрите. У нас такого примера нет. Мы сами как говорили, возникает исключение, а мы его try-ketchum обработали. Если try-ketchum обработать не можем, возвращаем это исключение тому методу, который нас вызвал. А если я хочу, чтобы исключение… Ну, обработка исключения – это не то, что мы конкретно с каким-то объектом что-то делали, с объектом исключения. Нет, с объектом исключения ничего делать не надо. Просто при возникновении какого-то исключения надо предпринимать какие-то меры, выполнять какие-то инструкции. Так вот, может возникнуть ситуация, когда, если возникло исключение – мой метод должен что-то сделать, и это же исключение – отдать методу, который мой метод вызвал, чтобы он тоже что-то сделал. То есть в двух методах обработать одно и то же исключение. То есть в двух методах выполнить какой-то набор операций. Вот в этом случае нужен повторный выброс исключения. Нет. То есть механизм есть, но используют. Обычно один метод обрабатывают, а вот это исключение по всему коду не гоняют. Ясно? Блок Finally. Блок Finally, то есть у нас есть Try, Catch, а сейчас еще вместе с Try Catch может быть и Finally. Блок Finally всегда выполняет инструкции, независимо от того, сработал ли блок Try. То есть в этом блоке обычно выполняются инструкции для освобождения ресурсов. Например, закрытие сетевых подключений, файлов, соединений с базой данных и так дальше. То есть бывает часто довольно наш код работает с какими-то внешними ресурсами. Что такое внешний ресурс? Например, базы данных, файлы, операционные системы, какие-то сетевые подключения. То есть ресурсы, которые выходят за пределы Java виртуальной машины. То есть когда вы внутри Java виртуальной машины создаете объекты, объявляете какие-то переменные. То есть вы работаете как бы внутри. Но бывают ситуации довольно часто, когда вы из вашей виртуальной машины обращаетесь к операционной системе и связываетесь с какими-то другими ресурсами. Так вот, эти ресурсы всегда надо освобождать или закрывать. что значит освобождать. Например, вы подключились к базе данных, установили соединение. А тут раз и exception. И метод завершил аварийную работу. И закрылся. А соединение-то осталось. Ну как, вы его уже не используете. Но. База данных думает, что еще оно-то есть и держит за вами его зарезервировано какое-то время, пока оно не отвалится по неактивности. Connection с базой данных это конечный ресурс. То есть он может закончиться. По умолчанию их там штук 150-300 в зависимости от базы данных. И если вы все эти 300 выберете, то 301 вам уже установить не дадут. И получится такой парадокс, что ваше приложение все 300 взяло, но у него ни одного нет. И вы с базой данных, ну вы к ней обращаться не можете. Поэтому соединение с базой данных нужно закрывать. Чтобы как бы освобождать. Вот для того, чтобы освобождать ресурсы и придуман вот этот блок Final. Что он делает? Он выполняется в любом случае. Не важно, отработал, try не отработал, выбросилось исключение, не выбросилось, удачно вы его обработали, неудачно. В любом случае Final выполнится. То есть, даже если в кейче ретурн будет. То есть, выйти из метода. Не важно. То есть, это тот блок, который выполнится в любом случае, чего бы вы там внутри не записали. Понятно? А два Final может быть? Нет. Final один только. Ну, вот в этой связке try catch Final может быть только один. парень. Так. Сейчас. Вот. Что будет выведено на экран? Вот вам кусок кода. Вам вопрос. Что в результате будет выведено на экран. Ну, вот. В общем, это всё тогда видно. Как вы видите, даже без работы выстClintуй. И вы отработали на экран. Пока brincju. По. В общем, он у нас огромный ню one ступор. Ну, ну, finally понятно. А кроме finally? Ну, try не поговорится. Ну, смотрите, try, заходим. Try мы всегда заходим. Правильно? Зашли. System.out.println.entering try. Выведется. Ок. Дальше. Catch будет выведен или нет? А если try получается, catch или нет? Ну, если было, будет exception в try. Такое, как в catch, то выполняется. А если в try не будет exception, то не выполняется. Или если exception будет другого типа, чем catch. Ну, смотрите. Заходим в try. Напечатаем. Потом. return. Если такой файл есть, то exception не будет. И в catch мы не зайдем. если файла нет. А тут не сказано, есть он или нет. То, если файла нет, то будет выброшен exception. Мы зайдем в этот catch. catch. Entering catch напечатаем. Потом return. Но все равно finally будет выведен. Entering finally все равно будет выведен. Ничего. Ну, выходит из программы как-то. Но до выполнения return все равно выполнится final. Понятно? Ну, потому что по return мы выходим из метода. Мы не можем выйти, а потом отработать. Выполнится final, а потом мы выйдем. Все равно он отработает. Ну, и подведение токов. За блоком try может следовать один или несколько блоков catch. За которыми может следовать единичный блок final. то есть try 1, кичей может быть много, final 1. За блоком try могут следовать либо блок catch, либо final или оба. Однако, если блок final идет без кича, он не сможет обработать исключения. В этом случае необходимо передавать исключения вызывающему методу, или код не скомпилируется. Каждый из блоков try, catch и final не может присутствовать в программе самостоятельно. Ну, начиная с восьмой джавы, try может быть один, но это не такой try, а try с ресурсами. Сейчас про него поговорим, что это за try такой. Блок final не может появляться до блока кич. То есть, final всегда последний. Блок final выполняется всегда независимо от того, было ли выброшено исключение или нет. в седьмой джаве, не в восьмой. В седьмой появилось такое понятие как multi-catch. Что это такое? Это когда вы в киче перечисляете несколько типов, с которыми данные, ну, которые данные кич обрабатывают. Вот, например, и перечисляются они через и. Через палочку. То есть, или, sorry, через или. File Not Founder Exception или SQL Exception. То есть, и File Not Founder Exception этот кич обрабатывать будет, и SQL Exception этот кич обрабатывать будет. Также появилась конструкция try with resources, которая позволяет указать, какие ресурсы должны быть освобождены после выполнения блока try. И вот эта try с ресурсами как бы пришла на смену finally. То есть, теперь, для того, чтобы не использовать finally, вы можете внутри try с ресурсами объявить ресурс, который должен быть автоматически закрыт по окончании работы блока try. То есть, на этом ресурсе автоматически будет вызван метод close. И как бы освободиться этот ресурс. То есть, вы внутри try его объявляете, и он автоматически закрывается. То есть, на нем после того, как try отработает, вызывается метод close. Но соответствующий ресурс должен реализовывать интерфейс автоклазей. То есть, реализовывать интерфейс автоклазей. Ну, давайте попробуем и finally, и try с ресурсами. Нет. Нет. Там дефолт. Вот, try, catch. Смотрите. Что мне нужно закрывать? Мне надо закрывать buffer и trigger. Это ресурс, да, по работе с, ну вот, его нужно закрывать. Я для того, чтобы его закрыть, могу его объявить вот здесь, например. А потом вот здесь написать finally и его закрыть. Пишу br. close. При закрытии close может быть выброшенное исключение, то есть, мне нужен try catch. Плюс br может быть уже закрыт. И чтобы не получить null pointer exception, я должен проверить, если br не равен null, тогда close. close. Понятно? Ну, если он равен null, то что уже на нем вызывать? Ну, может где-то раньше кто-то закрыл. Ну, может не открылся. То есть, проблема, вот смотрите, вот такой лишний кусок. Как от него можно избавиться? Ну, если мы сейчас запустим, вот оно все отработает. Будет работать. Работает. Вот этот кусок можно стереть. А этот buffer-retreader просто объявить как trice ресурсами. то есть, вот тут. Что-то он там каретку перенес. Причем здесь можно объявлять сразу несколько ресурсов. То есть, несколько объектов создавать. И отделять друг от друга точкой запятой. Ну, так как у меня один, можно точку запятой не ставить. И этот ресурс будет автоматически закрыт. Мы говорили, что он должен реализовывать интерфейс auto-classable. Проверяем. Buffer-retreader-outreader. Reader-implements-classable. Classable extends auto-classable. То есть, тип auto-classable в Buffer-retreader есть. Ну, если бы не было, оно пругалось. Код бы не компилировался. Дальше. После того, как мы этот ресурс закрываем. У меня вот эта штука корректно перестанет работать. В чем будет проблема? Смотрите. Видите, name. Я говорю, ok. Возраст, ok. Он мне вывел моего human. А потом, принстегтрейсом написал exception. Этот exception написал вот этот catch. Почему был выброшен exception? Я закрыл system-in. Что значит закрыл system-in? Buffer-retreader. На нем, на этом объекте, был вызван метод close. Сейчас мы его найдем. Вот он, close. Что сделал close? Он закрыл in. А in, в нашем случае, это аргумент конструктора buffer-retreader. То есть, это вот эта штука. То есть, мы при создании buffer-retreader объекта, ему в качестве аргумента дали объект input stream. Так вот, когда закрывался buffer-retreader, он вызвал close и на input stream reader. А input stream reader, когда закрывался, вызвал close на system-in. А system-in это связь с консолью. Следовательно, я закрыл поток, который мое приложение связывает с консолью. И попытка прочитать что-то с консоли, вернула мне исключение. Значит, что надо сделать? Надо вот эту цепочку вызовов close прервать. Как это сделать? Нужно сделать свой объект, который был input stream, но не вызывал close при его закрытии. Для этого есть специальный класс. Называется он FilteredInputStream. Все его методы вызывают аналогичные методы у класса, которого ему дали в качестве аргумента. Напишем здесь newUncloseInputStream. Полностью лень писать. Теперь я этот класс создам. Назову и унаследую его от FilteredInputStream. Этот in отдам в супер. И переопределю close. А в close напишу пусто. То есть метод, чтобы ничего не делать. И сделаю как бы комментарий. Вот так. No. No operation. То есть это комментарий, который другим разработчикам, которые будут читать мой код скажут, что он разработчик так и хотел, ничего туда дописывать не надо. Это не ошибка. Теперь если я выполню этот код повторно. Видите второй раз тоже все работает. То есть я прервал вот эту цепочку вызовов клоузов. StackTrace. Трассировка стека. Вот помните, мы только что с вами, когда видели exception, видели такую длинную вывод. Что это такое было? Это напечатался printstacktrace. Что делает printstacktrace? Он выводит в консоль месседж, который был в exception, название exception и порядок методов, вызов которых или все методы, вызов которых привел к выбросу исключения. То есть когда у нас методы вызываются, они как бы попадают в stack. И stack как бы заполняется методами. И вот он вывел состояние стека на момент выброса исключения. Какие там были методы. То есть последовательность вызова каких методов привела к выбросу исключения. Какие методы были задействованы, когда возникло исключение. Трассировка начинается с метода main и заканчивается методом, в котором возникла ошибка. Printstacktrace используют на этапе отладки или на этапе разбора ошибок. То есть когда у вас приложение поломалось, когда у вас есть ошибки, вы смотрите на printstacktrace, чтобы разобраться, что же пошло не так. Какая последовательность методов, вызовы каких методов привела к тому, что приложение сломалось. Так, что еще вам показать. Смотрите, мы здесь с вами такой подход сделали. То есть введите одно имя, потом введите возраст, а потом мы только проверяем name и age на correctness. Можно сделать другой подход. Сразу чтобы ввел имя, его сразу проверили. Ввел age, его сразу проверили. Давайте сделаем другой метод. Назовем его, ну этот закомментируем. Зачем он два раза использует. Сделаем метод createHuman консольный чек создадим такой метод human Логика будет похожа на то, как у нас сейчас. То есть нам нужно будет все вот это, только мы его чуть-чуть подправим. Правда, прежде чем править, давайте с вами еще одну штуку сначала реализуем, потому что потом придется править два метода. Сейчас покажу какую. Смотрите. Практика правильного использования исключений. Перехватывайте нужное вам исключение, а не исключение супер-класса строейбл. То есть кетч по строейблу будет вообще вам обрабатывать все исключения. Вообще, вообще, все проверяемые, непроверяемые. То есть это считается плохой практикой, так делать не надо. Изучите исключения, чтобы узнать точную проблему, тем самым вы сможете четко восстановить работу программы. Анализируйте исключения и пытайтесь устранить его причину. Вам не нужно перехватывать все исключения. То есть непроверяемые не перехватываем, не обрабатываем, а устраняем их причину. Проверяемые, которые соответствуют вашей бизнес-логике, обрабатываем уже по бизнес-логике. И еще важный такой момент. Ваше приложение должно быть лояльно к исходным данным и требовательно к выходным данным. То есть ваше приложение должно корректно отрабатывать любые исходные данные. То есть не ломаться при любом входном значении. И в то же время возвращать всегда корректные значения. Неважно, что ему поступите на вход. Вопрос. У нас здесь любые исходные данные будут корректно обработаны? Может быть символы. То есть если мы... Ну, нам ему все равно. А если вот в H мы напишем буковки, оно поломается. То есть H у нас не защищен от некорректных входных данных. Почему так происходит? Потому что у нас есть парсинт. Парсинту надо дать чисто числа. А ему могут прийти буквы. То есть здесь надо осуществлять проверку. Проверять теми инструментами, которые мы знаем. Ну, как бы проверять содержимое строки, которая пришла неудобно. Удобно проверять, есть такое понятие регулярные выражения. Где мы строку оцениваем или проверяем на шаблон. Ну, проверяем соответствие строки с шаблоном. Пока мы регулярные выражения не знаем, это делать нам неудобно. Что мы можем сделать здесь, чтобы не заморачиваться по символьным анализам строки? Мы можем обработать здесь непроверяемое исключение. То есть мы здесь получили нам бы формат exception. Это непроверяемое исключение. Но мы его все равно можем отловить и обработать, если нам так сильно хочется. Среда нам может этот код помочь генерировать. Есть такая закладка код. И здесь есть surround with. И я говорю окружи этот код trycatch. Вот он мне берет этот parseInt в trycatch. Он видит, что здесь есть number format exception. Ну, ио exception мне тут не нужно. Все. Он его trycatch окружил. Но! У меня такое место не одно в программе. Правильно? Что с этим сделать вот здесь? Второе место тоже parseInt. Как тут быть? Что еще раз такую же конструкцию использую? ... Просто если я еще раз использую то же самое, это будет дублирование кода. А как с дублированием кода бороться? метод создать и в него поместить тот код который дублируется я беру вот эту штуку выделяю опять же среда мне помогает то есть есть здесь закладка рефактор рефактор экстракт и здесь есть мы сад я даю название что это это read number что они чтения числа read number то есть мы говорим int h равно read number которому мы дали в качестве аргумента buffered leader плюс я бы еще ему но в качестве аргумента и дал строку которую надо дать пользователю в качестве запроса ну read number же как бы просит введи мне что-то следовательно пусть и строку дает которую пользователь увидит идем в read number тут уже не int 0 нужен нам во первых здесь string message нужен здесь нужен south message то есть мы говорим не h у нас будет shift f6 а будет number то есть везде дебил эйч поменял на нам да и int number равно нулю вывел message который пришел и уже здесь осуществляю чтение единственное опять же если пользователь ошибся его заново надо повторить попросить ввести число идем по нашей схеме while true если number нормально распарсился break вот получился только наверно вот эту штуку надо ставить вот сюда а здесь написать не принц тек 3 а в wrong number или это не число it is not number number типа это не число и вводите заново то есть если мы запустим наш код теперь а подождите только мы тут поменяли read number а здесь нет ставим сюда вот эту стопку можно выкинуть вот запускаем input input human's name вася input age it is not numbering human's age write wrong age введи еще раз write не число я говорю окей работал он проверяет то что я ему даю и если это некорректно просит меня вести заново здесь мы обработали некорректное число а здесь бизнес логика чтения с консоль теперь то что я вам говорил create human console в принципе можем использовать эту же логику только ее чуть подправим что нам нужен human нам нужен try нам нужен try нам нужен try нам нужен так вернем human причем вот здесь мы не напишем не human равно а создадим пустого а создадим пустого human new human пустого для того чтобы это у нас получилось нам здесь нужно создать пустой конструктор human а здесь мы будем сетить его name и age то есть нам сначала надо прочитать его name вот эта штука тоже нужна нам надо прочитать его name и засетить в human берем human точка set name но name может выбросить exception мы его обработаем не то оно сделало try cage set name name в print stack trace мы напишем месседж и повторный ввод name получили месседж введите заново name читаем name а эту штуку берем в вайл чтобы повторно попытаться его запушить ну засетить ну засетить точка а здесь ставим break с этим name то есть мы создали human пустой ну с неймом и эйджем по дефалту потом сделали себе buffered reader чтобы читать с консоли потом попросили ввести name прочитали name пытаемся его сетом установить в human но при сете name может быть выброшено исключение обрабатываем исключением повторным запросом name и этот код берем в вайл для того чтобы мы сетить его пытались только до тех пор пока не произойдет у дочь удачный сет после сета выходим по break в принципе логика для эйджа аналогичная вайл тру здесь только трэч нам надо ну это просто вот так да но это бизнес логика то есть не ну это просто конс показываю шаблоны все и есть фреймверки которые реализуют какие-то более есть механизмы которые не бизнес логика какие-то там рутинные есть операция ну операция там чтение из базы данных выполнение запроса в базу данных разбор ответа от базы данных там отправка какого-нибудь там ну обработка пакетов которые пришли по сети там стандартного вида да это бизнес логика то есть мне надо прочитать имя мне надо прочитать возраст может мне их надо обрабатывать может не надо куда-то мне их надо не надо то есть здесь нужно именно вот гибкость индивидуальность и вот как раз описание поэтапно что мы делаем тут шаблонов таких ну не встречал может и есть но опять используем шаблон шаг лево шаг вправо уже уже не будет работать дальше теперь мне надо прочитать эйдж беру вот эту строку после того как прочитал нейм читаю эйдж а вот этот вайл такой же по сути true только здесь set эйдж сюда пишу эйдж вывожу месседж здесь human эйдж и заново читаю эйдж строка не нужна вот первые вот эти две комментируем проверяем как работает новый инструмент human пишу в он сразу сразу говорит неправильная длина имени игорь и вася окей теперь эйдж 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 поэтому уж как бы и шаблоны то есть как нам хочется сразу валидировать или надо заполнить все что один а если 0 0 0 1 не знаю не знаю а не правильно ну по идее 1 ну 0 0 0 1 ведущий нулей вот если я напишу 0 0 1 10 это я не знаю скорее всего чтобы как это наверное ну он как не он скажет это не число ну это не совсем не число это просто не то число ну да ну на любой некоррект ну да там сообщение надо по-другому более корректно написать да что не целое число написать можно написать лично им creating перехват ну и это не целое число а тогда то если мы введем эти буквы это до четырех миллиардов ну до двух миллиардов кто если я что веду нет у нас от минус 2 миллиардов но но он скажет тогда что в рунг речь там же у нас диапазон эйджи это рейдж а диапазон чисел это нам он как что-то не целое число ну точно целое число мы ввели в букву или вода целое число а вот это уже проверяют то есть ну пишутся тесты когда пробуют с методу давать разные разные значения и тесты выполняются или нет такая логика вам вопрос какой строке будет выброшен null pointer exception вот пять строк какой из этих пяти строк будет выброшен null pointer exception а чё в третий ну где и почему ну можно просто с первой по пятой ответа не смотрите он там пять строк какой строк а а и 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 Та, ну тут и ценнощий объяснитель. этого нет а почему 3 просто Вставай в нём, да. Можем не познакомиться. То есть, что нам тут. И пято, да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok